Пожалуйста, откройте свои Библии на 1-й книге Царств, 17-й главе. Я не знаю, теряли ли вы когда-то своих друзей из-за того, что вы хотите быть с Богом. Я потерял несколько друзей нехристиан, когда я сам решил стать христианином. Я также потерял несколько друзей, которые были христианами. Позвольте мне рассказать вам историю о друге, которым я буду называть Саша. Мы были действительно хорошими друзьями. Саша был христианином, когда мы встретились с ним. Но оказалось так, что чем больше я искал путей быть ближе к Богу, тем больше Саша искал путей для того, чтобы отдалить меня от Бога. Мы часто развлекались вместе. Но я, в конце концов, обнаружил, что всякий раз, когда я общаюсь с Сашей, это заканчивается тем, что я обязательно нарушаю какую-то заповедь. Конечно же, я никогда не планировал нарушать какую-либо заповедь Божию. Но каждый раз это оказывалось, что так это получалось. Однажды, допустим, Саша пришел ко мне в пятницу вечером, и прежде чем я это осознал, я понял, что мы уже сидим и смотрим мирской фильм в то время, когда уже начались субботние часы. И каждый раз, когда мы с ним расставались, я обнаруживал себя в попытке опять обрести отношение с Богом, и обрести его прощение. И потом я начинал, или пытался планировать так, чтобы в следующий раз, если я встречусь с Сашей, не дойти до нарушения заповеди. Но казалось, что ничто не работает. Всякий раз Саша придумывал что-то такое, о чем мне потом приходилось жалеть. Я не хотел обрывать свои отношения с Сашей, потому что мы были уже друзьями несколько лет. Но более того, больше всего я не хотел так же не повиноваться. Итак, я молился и молился. Один из самых серьезнейших вопросов, с которым мы сталкиваемся как христиане, это то, как нам быть с искушениями. Нет греха в том, что мы искушаемы. Но грех в том, когда мы начинаем действовать под влиянием этого искушения. И сегодня мы с вами рассмотрим 17 главу первой книги Царств, чтобы обнаружить три шага по преодолению искушения. Итак, начнем с вами с 17 текста. И сказал Иисей Давиду, сыну своему, «Возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и десять этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям». «А эти десять сыров отнесись к тысяченачальнику, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их». Саул и они, все израильтяне, находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром и поручил Овет сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иисей. И пришел к обозу, когда войско выведено было в строй, и с криком готовилось к сражению. И расположились израильтяне-филистимляне, строй против строя. Если вы можете себе вообразить эту картину, представьте себе две армии, которые кричат друг на друга. Должно быть шумно, не правда? Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и, придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин, из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова. И Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. А теперь 26-й текст перенесемся. А здесь мы с вами прочитаем о реакции Давида на все это. И сказал Давид людям, стоящим с ними, Ибо кто этот необрезанный филистимлянин? Так что так поносит воинство Бога живого. Итак, первый шаг по преодолению искушения, это держаться подальше от территории сатаны. Дэвид изначально не искал возможности встречи с Голиафом, чтобы подраться с ним. Наверное, даже это была последняя вещь, которую бы он хотел делать, когда он проснулся в то утро. Давид увидел или столкнулся с Голиафом только тогда, когда он находился в процессе исполнения или повиновения пятой заповеди, повиновения отцу. И он услышал Голиафа, нарушающего третью заповедь. Он произносил имя Господа Бога неправильно. Давид жил в Бифлееме, в долине Де, которая находилась приблизительно в 24 километрах на восток. И, наверное, может быть, это заняло где-то от 5 до 6 часов добраться до этой долины, где происходила битва. И он нес приблизительно с собой 22 литра сушеных зерен и 10 сыров. Место, в которое он шел, называлось Долиной Дуба или Долина Эла по-еврейски. Да, это означает Долина Дуба. Но на сегодняшний день, в этой долине, мы можем найти гигантские громадные дубы. Один из этих дубов 17 метров высоты и 5 метров у него диаметр ствола внизу. Но в тот день Давид увидел другого великана в этой долине. И этот великан возбудил в нем гнев. Это был праведный гнев на этого кощунника, оскорбляющего Бога. Я, как я вам сказал, что Давид изначально не искал возможности подраться. Точно так же и мы с вами не должны идти искать искушений. Конечно же, это может звучать очевидным. Но как часто вы себя обнаруживаете в состоянии, когда вы заигрываете с искушениями, или так потихонечку отползаете от искушения, надеясь, что оно вас все-таки нагонит? Подумайте об этом таким образом. Алкоголик должен избегать входить в бары. И человек с большим весом должен избегать ряды со сладостями в супермаркете, когда находится. И человек, который пристрастился к порнографии, должен наверняка держаться как можно подальше от интернета и, возможно, даже и от самого компьютера. Это так же принцип относится к христианам. Я, конечно же, не горжусь этим, но когда я был не христианином, я курил. И, надеюсь, вы понимаете, что это было трудно бросить. Но одно то, что я узнал очень быстро, что намного легче не курить, когда ты не думаешь о курении. Так же намного легче не грешить, когда ты не думаешь о грехе. Для того, чтобы прекратить курить, я начал избегать тех мест, которые у меня ассоциировались с курением. Я перестал пользоваться той остановкой, на которой я до этого раньше стоял и курил, когда я ехал на работу. Я также начал избегать этот лестничный пролет, в котором я во время рабочего времени выходил курить. Я даже разработал абсолютно новый маршрут на работу, для того, чтобы совершенно не соприкасаться с прежним маршрутом, по которому я ехал на работу. Для вас это может прозвучать как нечто очень чрезвычайное. Но я был решительно настроен на то, чтобы сделать все возможное, чтобы бросить курить. Я хотел сделать все возможное со своей стороны, чтобы избежать территории сатаны. Я, конечно же, не говорю только о физических местах. Искушение начинается в сознании. И поэтому наш мозг, наше сознание может заблудиться на территории сатаны, если мы не будем осторожны и бдительны. И часто, конечно же, какие-то идеи возникают в нашем сознании без нашего на то согласия. Я не могу контролировать то, что люди говорят в метро. Конечно же, я не могу контролировать те картины, фотографии, которые развешаны на рекламных счетах в метро. Конечно же, я не могу контролировать, насколько недостаточно женщины одеты в метро. Но то, что я могу контролировать, это то, как долго мои мысли останавливаются на том, что я увидел. Я могу контролировать то, как долго мой мозг будет сосредоточен на территории сатаны. Я думаю, что именно это имел в виду Иисус Христос в молитве, когда сказал, что не веди нас в свои искушения, но избавь нас от лукавого. Это мольба к Богу, чтобы Бог избавил нас от входа на территорию сатаны. Итак, если вы не на территории дьявола, тогда на чьей вы территории? Остается только еще один шанс, еще одна возможность. Это Божья же территория, конечно. И это, конечно же, хорошее место, чтобы там находиться. А что мы можем сделать такого, чтобы убедиться, что мы находимся на территории Божьей? Одно, это иметь правильные мысли. Апостол Павел говорит нам в филиппийцах в 4 главе 8 тексте. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Мы также находимся на территории Божьей, когда мы повинуемся Ему. Давид находился на территории сатаны. Он повиновался своему отцу в том, что он пошел навестить своих братьев. И поступая так, он повиновался Божьим заповедям. Его любовь к Богу была очевидна для всех. Вы помните то, как раб Саулов описал Давида Саулу перед этим поединком с Голиафом? Вы можете обнаружить это в 1 книге Царств, 16 глава, 18 тексте. Тогда один из слуг его сказал, «Вот я видел у Иисея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собой, и Господь с ним». Достаточно впечатлительное резюме на Давида, не правда? Особенно последняя эта часть, что «и Господь с ним». Но также держаться подальше от территории сатаны иногда бывает недостаточно для того, чтобы победить искушение. А что, если дьявол подходит к вам? Итак, вернемся с вами к истории, записанной в 17 главе 1 книги Царств. И начнем с вами читать с 31 текста и далее. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу, «Пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саулу Давиду, «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу, «Раб твой, по совету отца своего». И когда, бывало, приходил лев или медведь, и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы, и поражал его, и умершлял его. И льва и медведи убивал раб твой, и с этим филистимлянином, необрезанным, будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. И сказал Давид, «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саулу Давиду, «Иди, и да будет Господь с тобой». И сказал Саулу Давиду, «Иди, и да будет Господь с тобой». И одел Саул Давиду в свои одежды, и возложил на голову медный шлем, и надел на него броню. И опоясился Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению, потому что сказал Давид Саулу, «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя. И взял посох свой в руку свою, выбрал себе пять гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И с сумкой, и с пращей в руке своей, выступил против филистимлянина. Второй шаг для победы над искушением – это иметь план. У Давида был план, и этот план подразумевал наличие пращи. Это поношение Голиафа, вообще-то, было прямым вызовом Саулу. Вы знаете, что израильтяне боялись Голиафа из-за его невероятного роста. В четвертом тексте 17 главы мы читаем с вами, что Голиаф был приблизительно трех метров роста. Это приблизительно вот от пола до туда, вот где потолок начинается. Очень большой человек, не правда? А кто был самым высоким человеком в Израиле на тот момент? В первой книге Царств 9 главе во втором тексте у нас есть подсказка. Написано, что Саул молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. Поэтому, конечно же, Саул именно был той личностью, которая, естественно, должен был бы пойти и выступить против Голиафа. Но здесь мы обнаруживаем с вами, что Саул сам весь съежился от страха у себя в шатре. Также поношение Голиафа было прямым вызовом Богу. Это приблизительно, можно слова его перевести, как будто он говорил, нет никого больше, чем я. А вот юный Давид, однако, не был испуган. Он рассказал царю Саулу о том, как могущественные звери, лев и медведь, нападали на его овец, и он их убивал. Итак, несмотря на то, что Давид изначально пришел на это поле не для того, чтобы сражаться, у него уже имелся проверенный, испытанный план победы. Это его проща. Конечно же, он с уважением отнесся к тому, чтобы примерить одежду Саула. Но он потом сказал, я не могу в этом идти, потому что я не привык к этому. Поэтому, когда дьявол приближается к нам, у нас должен быть план. Когда я был ребенком, у меня была слабость. Я люблю абсолютно все сладкое. Для меня идеальный день начинался с пончика на завтрак, с ватрушек на обед, и со шведского стола из шоколада на ужин. И мои родители очень быстро осознали, что это очень опасно держать сладости в доступном месте от меня. У нас была продуктовая кладовая в доме, где мы жили. Эта комната была наполнена полочками. И мои родители клали сладости, конфеты на четвертую полочку, как можно выше от меня. Но приблизительно в восемь лет я вдруг понял, что на самом деле вскарабкаться на эту четвертую полку не так-то уж трудно, если ты по обезьяне туда вскарабкиваешься. Мои родители, конечно же, очень быстро обнаружили, что конфеты пропадали. Однажды после школы я пришел домой и взял целую плитку шоколада и съел. Моя мама начала нечто подозревать, когда я отказался есть ужин. Но я ее убеждал, что я ничего не ел. Ну и, конечно же, точно не шоколад ел. Но вскоре вечером у меня сильно разболелся желудок. И вскоре вся истина вышла наружу, причем в самом буквальном смысле слова. И, несмотря на этот неприятный опыт, я все равно продолжал воровать конфеты. Бедные мои родители. Трепка не помогала мне. В конце концов, родители решили штрафовать меня за каждую пропавшую конфету. Но вот это-то, наконец, сработало. Но сегодня я могу позволить себе купить столько конфет, сколько только могу. И сколько хочу. А вот это уже проблема. Но мое тело является храмом Духа Святого. И поэтому у меня есть антидесертный план. Поэтому я сейчас избегаю магазинов, в которых продаются пончики, ватрушки и шоколадные конфеты. Я знаю, что если у меня это что-то дома окажется, я это буду есть нескончаемо. А еда также может быть искушением. И многие другие вещи могут быть искушением. Многое также могут быть искушением. Только вы, Бог и Сатана знают ваши слабые места. Поэтому вы можете заблаговременно спланировать, как вы будете вести себя, если возникнет искушение. И поэтому, если вы поддались какому-то искушению, помолитесь Богу об этом и разработайте план, чтобы в дальнейшем этого не случилось. Апостол Петр в 1 Петра 5 главе 8 тексте говорит Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Давид уже сражался со львом и медведем, и победил их, прежде чем он столкнулся с Голиафом. Это хорошая и добрая новость для нас, когда мы сталкиваемся с искушениями. Господь позволит нам столкнуться с маленькими, и победить в маленьких искушениях, прежде чем мы столкнемся с большими. Но избегать территории сатаны и иметь план не всегда достаточно для того, чтобы победить искушение. Есть еще один шаг. Рассмотрим с вами, это записано в 17 главе 1 книги, цар 41 текст. И далее. И выступил, и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул в филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я отдам тело твоим птицам небесным и зверям полевым. А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, бога воинств израильских, который ты поносил. И ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из прощи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина, прощой и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руке Давида. Итак, третий шаг в победе над искушениями, это позволить Богу вести эту битву. Была ли хоть какая-то возможность у Давида вести этот бой с Голиафом самому по себе? Мы не можем с вами точно быть уверены, в каком возрасте был Давид, но мы точно можем быть уверены, что ему не было больше двадцати лет. Потому что в сорок втором тексте написано, что он был юношей, молодым и красивым. А Голиаф был не просто высоким, но он также был уже достаточно суровым и испытанным воином. Он тяжело вступал в эту битву, неся на себе высокотехнологичное оружие того времени. В пятом тексте мы читаем с вами, что на нем был бронзовый шлем. А солдаты того времени обычно носили кожаные шлемы на себе. Он также на себе носил кольчугу, которая весила, медная кольчуга, которая весила приблизительно 57 килограммов. И медные пластины закрывали его ноги. И он щит носил сзади себя. А древко, копья, выглядело, как ткацкое новой. А острие копья весило 7 килограммов. Более того, у Голиафа еще был и телохранитель свой. И этот человек нес громадных размеров щит. Голиаф был своего рода терминатором. Но все это оружие совершенно не беспокоило Давида. Он не знал, что Господь и как Господь сделает это, но он верил, что Господь сделает это. Вот почему он сказал в 47 тексте. Ибо узнает весь этот сон, что ни мечом, ни копьем спасает Господь. Ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Иногда искушения окружают нас, так что мы не знаем, как с этим справиться. Вы помните эту проблему про моего друга Сашу? Я чувствовал, что каждый раз я просто как в трясине погрызал в искушениях, если Саша оказывался рядом со мной. Иисус, конечно же, был бесконечно прав, когда Он сказал в 26 главе 41 тексте книги Матфея. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Мой дух желал этого, но плоть моя была слаба. Поэтому я разработал план. Я решил избегать территорию сатаны, избегая отношений с Сашей. Конечно же, вежливым способом. Разве в Библии не сказано, что если вас искушает рука ваша, то ее нужно отсечь? Поэтому я был в отчаянии. И поэтому в следующую пятницу, когда Саша позвонил ко мне и пригласил, чтобы я посетил его, я действительно очень хотел идти. Но я вспомнил о своем плане и сказал нет. И когда Саша спросил почему, конечно же, я не мог соврать. Но прямая правда, конечно же, казалась слишком суровой и жестокой. Поэтому я пытался отшутиться и сказать, да знаешь, да я просто не хочу. А Саша отшучивался в свою очередь и говорил, слышь, ну а тогда чем же ты там таким интересом занимаешься? Я признался, что собираюсь просто посидеть дома и ничего не делать. Саша повесил трубку. Но Сатана не собирался оставить меня в покое вот так легко. Через час Саша опять позвонил и спросил, не передумал ли я? А затем он позвонил вновь. А сидеть дома, как вы знаете, очень скучно. Особенно, когда у тебя есть возможность пойти развлекаться. И поэтому, сидя за своим компьютером, я осознал, что если Саша еще разок позвонит, то я уже наверняка не наберу сил сказать нет. И поэтому в отчаянии я помолился. Я помнил о том обещании, которое Бог дал Иосифату, царю, во 2-й паралипоменон, 20-й главе, 15-м тексте. Если вы помните историю о Иосифат, это было, когда его город был окружен врагами. Иосифат понимал ясно, что у него не было никакого шанса на победу собственными силами. Это было тогда, когда он помолился. Именно в тот момент он помолился этой молитвой. И мы не знаем, что делать, но к тебе очи наши. И Господь ответил ему через пророка. Не бойтесь и не ужасайтесь множеству всего великого, ибо не ваша война, а Божья. И так же я помолился, Божья, я не знаю, что делать, но мои очи на тебя направлены. И битва это не моя, но твоя. И в этот момент мой телефон зазвонил. Но это не был Саша. Это был другой друг. И у него было какое-то свободное время, и он сказал, слушай, давай выйдем куда-нибудь. Мне совсем не хотелось никуда идти. Но по какой-то причине я просто почувствовал понуждение какое-то согласиться. Поэтому я быстро оделся и покинул квартиру. И 20 минут позже, когда я уже находился в метро, телефон мой зазвонил. И это был Саша. Я его не мог слышать в метро, и я поблагодарил Бога, что я уже не находился дома. И я радовался, что мой тот первый друг позвонил первым. И на следующий день я был потрясен, узнав. Саша мне позвонил, и он был несчастен. Оказалось, что он пришел ко мне в мою квартиру через 15 минут после того, как я ушел. Потому что он был решительно настроен на то, чтобы вытащить меня куда-то развлекаться. И если бы я задержался в доме всего лишь на несколько минут дольше, то я бы наверняка опять обнаружил себя с Сашем, нарушающим какую-то заповедь Божию. И Божье время, как Он управлял моим временем, было совершенным. Почему? Потому что битва была Господня. И Господь обеспечил мне способ избежать этого. Помните ли вы те слова, которые Павел сказал в 1 Коринфянам 10.13? В вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. И Господь дал мне этот способ избежать этого искушения. И также Господь дал способ избежать поражения Давиду в его битве с Голиафом. И также Господь каждому из вас даст эту возможность избежать искушения, если вы ему позволите. Апостол Павел говорит, Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Это удивительное и замечательное обетование, которое записано Павлом. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Сатана могуч. Сатана более могущественен, чем вы и я. Но вы знаете кое-что? Но Иисус всемогущ. Иисус пришел на эту землю и принял этот вызов срадиться с этим Голиафом греха, сатаной. И это была та схватка один на один, в которой победитель забирает все. И Иисус пришел невооруженно ничем. Он был беззащитным ребенком. Но он отказывался вступать на территорию сатаны. И когда сатана приступил к нему, то у него уже был план. Он цитировал Писание. Он повиновался воле Божией. Он полностью доверял Богу. И из-за той победы Христа над сатаной Я могу с уверенностью сказать Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И есть еще одно обетование. Это в книге Иакова, в послании Иакова, 1 главе, 12 тексте. Блажен человек, который переносит искушение. Потому что, быв испытан, он получит венец жизни. Встанем и помолимся. Встанем.